А для вас я никто Ну а Марина Тристановна, не успев помириться с Ириной Михайловной, успела вступить в жесткий конфликт с Юлией Ефременковой. Ну что, девочки, я так понимаю, что вчера корнем зла в вашей жизни стала пятая точка. У одной, значит, она слишком широка, у другой она слишком легкодоступна. И вы, собственно говоря, решили вчера вечером это выяснить. Мне хочется задать только один вопрос. Вы как бы удовольствие получили от той информации, которую вы теперь обладаете относительно пятой точки друг друга? Я ничего ни с кем не выясняла. Вчера весь день пыталась как-то защитить Марину Тристановну. Особенно на лобном. Ну, если я говорю, я говорю. Если вы говорите, вы говорите. Я вас не представляю. Заткнись, я говорю! Вот так вот. Это первый раз она так легко говорит. Я вам так сказала. У меня миллион. Сейчас я говорю! Сейчас я говорю и заткнись. Это разные вещи. Это также я вчера на лобном лояльно высказывалась и сказала. Это лояльно было? В туалете человек говорил, что... Ну, если Марина Тристановна хочет поговорить, я выйду. Ну, как бы, я так не буду разговаривать, я болею, я не хочу. А ты с мамой так же разговариваешь? А так же это как? Вот как ты разговариваешь со всеми, поднимаешь голос и сейчас я говорю! Вот так разговариваешь? Когда вы кричите, я разговариваю на вашем языке и на вашей громкости. Когда вы говорите спокойно, я говорю спокойно. С Владом же я спокойно общаюсь. Вот вы сейчас... Со мной и ты об этом вся женская спальня вчера говорила. Блин, Тристановна. Я пришла. Вся женская спальня. И с ней поговорить потихонечку. Я хотела с ней потихонечку. Я же вам сказала, я доготовлю и мы поговорим. Я захожу в женскую спальню и так уже заведенная, что она уже слишком много себе позволяет. Но все еще у меня осталось уважение. Как-никак не знаю, почему и для чего. Но мне это больше не надо. Захожу в женскую спальню и застаю девочек. Как она уже вся женская спальня замотила. Я-то готова была как-то, знаешь, уступить. Но смотрю, еще думаю, поговорю и скандала не будет. Да, я дам ей понять, что уже умер свой пыль передо мной. Иначе наткнешься. Но у вас получилось дать ей понять-то это? Мне кажется, ей все равно. Не получилось, потому что я сейчас готовлю. То есть у пятая, десятая. Я говорю, Юля, хорошо, я подожду. Открываю дверь в женскую спальню. И там вся женская спальня говорит о том, как она меня унижает. То есть все уже заметили. На лобном месте вчера Юля очень некрасиво высказалась. И я считаю, что она совершенно не соблюдает субординацию. Даже если мамы становятся участницами проекта, ну это не дает права вот так вот жестко высказываться, как она вчера на лобном месте. Мы это все заметили. Но это была не первая ситуация. Потому что даже перед моим отъездом в больницу я замечала, как Юля говорила, закройте свой рот, вы думаете, вы мне тут. Типа закройте рот, вы свой рот закройте. Я говорю. Вот это вот, знаешь. Я еще удивлялась, почему Марина Тристановна это позволяет. Потому что обычно, если она даже чувствует какое-то там легкое неуважение в ее адрес, она тут же это настолько жестко пресекает. И я помню, как она со мной ссорилась, когда я просто как-то очень корректно высказалась по поводу Таты, когда Майя высказывалась. И тут, знаешь, я как раз таки хочу поддержать Марину Тристановну, потому что я знаю, что она вот когда от Юли, ну давайте говорить объективно, все отвернулись сейчас. Про мою попу эта девочка не должна говорить на лобном месте. Но вы же сказали про ее голову попу. Жопа или попа. Вы про ее голову попу сказали? Она сказала про мою попу, она прикрывает мою попу. При этом она сказала не та мнение, которое абсолютно, абсолютно мнение, которое... Я сказала мнение, Влад, которое Марине Тристановне не угодно. Да. Понимаешь? И неугодную, неугодную мнение сказав, заувалировала это еще так, так что я прикрываю твою попу. А теперь стоп, Влад. Теперь стоп ты. Это не много странно, когда Марине Тристановне что-то не нравится, это уже говорит не один человек в коллективе. Вот такая вот реакция. А, ну знаешь, что у меня происходит? Какая реакция никогда не скрывала? Мне непонятно, когда Марина Тристановна говорит мне. А про мою попу тебе? Когда Марина Тристановна говорит мне. Мы будем так общаться. ПамAr to, ты кто, чтобы про попу говорить мне? Ты кто? А вы кто, чтобы на меня орать? Ты кто? У тебя есть вообще субординация? Молодя Жилля, ты не познакомишься. У тебя есть? Приятно познакомиться. Я буду поднимать все эти темы, что я и сделаю. Я буду. Ладно. Я буду все эти темы. Я обклеиваю с теми ее фотографиями и все, весь периметр. Я сделаю звука так, что ей мало не покажется. Вместо того, чтобы загладить, это ее, это в ее интересах. У меня нет никаких интересов. Она не благоразумна. Я так же. Как ты, так и я. Меня пугать надо. Давай, открывай дверь и отсюда. Марин Трестановна. Марш отсюда. Я разговариваю с тобой. Я почему, скажем так, в данной ситуации на стороне Юли насчет Марины Трестановны, потому что у меня тоже в обед случилась такая ситуация, что Марина Трестановна она недослушивая, перебивает и причем начинает очень сильно орать. Даже меня это выбежит. Вчера мы с Мариной Трестановной, при том, что я всегда имею уважение ко взрослым людям, я обычно не лезу с ними разбираться, я просто ухожу, потому что у меня такое воспитание. И то вчера на меня Марина Трестановна так орала, что я не смогла, я начала ей отвечать. А Юля, я еще более-менее могу себя остановить, а Юля такой человек, и я это и в лицо говорила, что она очень резко может высказываться. А она гранату кинула, нет? Это следующая серия. Гранату, она сказала, моим фотографиями все ими обклеится, что только можно. Матом влазить, она матом орет. Это в следующей серии, подождите. Подождите, у меня уже коленки трясутся, прям коленки трясутся. Боишься? Конечно, а как бояться? Берегись, берегись. А как не бояться? Елена Михайловна, сука, такая сука, говорит. А потом... Покажите мне, хоть одно слово. Захарясь, слышал. Слышал? Слышал? Слышал, у нас сука. Слышал? 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 Нет, конкретно сука. Туалет это было? Конкрет где? А потом вышла, она села и такая... Где, я говорю, будет, что... Говорю еще, на 180 градусов другое мнение сказала. Лицемером... Про себя говорите. Лицемерка вы. Который мне в лицо улыбается и говорит, что наша пара хорошая, а потом всаживает. Не потом. Я сначала сказала, потом... Потом. Кабра, ковринские глаза, убери от меня. Так убедите и не смотрите. Убедите и не смотрите. Что ж ты так завелась-то, Марин? Ну, Елена Михайловна, не люблю несправедливых людей. Ненавижу. И знаешь, вот специально, лицемерно, вот это вот, поддерживает как будто... Я хоть ненавижу это лицемерие. Господи, прости. Ну, чем тебе помочь? Да тут, слушай, я сейчас пока соберу. Они же, видишь, летели бегом. Вчера даже времени не было собираться. Сейчас все разгребут. А, это твоя, да? Просто скажи, куда скидывать это, а я буду скидывать. А вот же они сумку поставили. А, все. Вот так вот. Коленки, говорит, у меня трясутся. Коленки трясутся. Все, я же на лобном ей сказала, пока я... И мы еще тебя уважаем. Юль, угомонись. Не угомониться? Получай, фашист, гранату. Влад, сидит, она матом провела. Вот так вот. Я думала, сейчас, ну, не дай бог, судорого лицо сведет. Пошла вон из моего дома, мне кричит. Ну, ты же меня просил корректно говорить. Я была очень корректно. Ну, и дом я не покинула. Дом я, к сожалению, покинула только тогда, когда ТЭД закончился. Я просто посчитала, что это будет некрасиво с моей стороны. Меня не Марина Тристановна позвала, а Влад позвал поговорить. И я сейчас как бы встану и уйду. Это, наверное, неправильно. Что мы делим? Марина Тристановна с Юлей. Кто должен снять свое место? У меня нет места. У меня нет места. Я не собака. Его не было и никогда не будет. А я сейчас все объясню. Подождите, Юлечка. Не надо тявкать, как йоркширский терьер. А вы как баллонка. Мы так же с вами будем общаться? Ну, зачем это? Ну, а вы баллонка. Вам нравится? Марина Тристановна, почему Юля должна знать свое место? Она слишком перегибает палку. Слишком. Субординацию, но не про место. Да, субординацию. Правильно ты говоришь. Субординацию. Абсолютно. Она не чувствует субординации. И она сегодня сравнила себя с Еленой Михайловной и наш конфликт. Елена Михайловна, мы с Еленой Михайловной, ну, мы одного возраста. Так, не проявляю, Михайловна. Чем? Подождите, Марина Тристановна. Давайте будете отвечать на вопрос. Она с одной так разговаривает. Не говорите в параллели, пожалуйста. Вопрос конкретный. Чем вас вчера обидела Юля? Тем, что она сказала, во-первых, вообще против меня сначала, все, что сказала, было против меня, а потом еще добавила, я прикрываю вашу попу. Нет, но если вы слушали внимательно, Марина Тристановна, если вы слушали внимательно, то Юля как раз таки вчера, когда начала высказывать свое мнение, она вас, ну, не то чтобы защищала, но она как бы оправдывала ваш конфликт. Вы начали ей что-то отвечать, и уже только после этого она отреагировала. Изначально ее спичь была, в нем не было ничего негативного. Это Юля сказала, меня задела не только попа, а еще и пусть Марина Тристановна умерит свой темперамент. Это она пускай умеряет, не надо мне указывать, что мне надо умерить. Ну, вы же согласились и со мной, когда я с вами беседовала, что вы слишком эмоциональны, что вам нужно быть поспокойнее. Ну, это моя природа, что мне с этим сделать? Нет, ну, хорошо, а что в этом обидного в этих словах? Умерите свой пыл, умерите свой темперамент. Ну, мне не понравилось про попу, я с ней пришла разговаривать нормально, по-человечески, я хотела ее отвезти в комнату, то, что мне не удалось, и все равно она вилила, она все равно агрессировала на кухне, и вилилась вот. Ну, рот-то всем заткнуть не получится, Марина Тристановна, и это не то место, понимаете, все где. Ну, пускай, давай, еще титул попа, дайте ей, пожалуйста. А, еще титул попа хочет. Юль. Мне-то как бы все равно, я ничего не делю, просто когда Марина Тристановна говорит, что если дружишь, надо дружить, смотрит мне в глаза, когда едет в маршрутке, говорит, вы моя любимая пара, а я смотрю эфиры, где она меня засаживает, ну, вот тут вот у меня как бы большой вопрос, понимаете? Ну, Юль, получается, смотри, вот какой-то мелкий конфликт, да, как был, например, с Ириной Михайловной, который может закрыть за две минуты, перерастает в грандиозный ор с оскорблениями, с претензиями, с матами, то есть вы вчера немножко зацепились налобным. Окей, мелкий конфликт, все, его можно было сразу и закрыть. Я просто сразу хотела заказывать. Ну, подождите, Марина Тристановна. Прости. Но, прощаю, но он продолжился, этот конфликт, и сегодня. А его не развивало, нас Влад позвал на ТЭД, мы сидим, общаемся. В общем, Рина Тристановна, как обычно, Влад дает мне слово, она мне кричит в параллель, чтобы перекричать, мне приходится повышать голос, она переходит на маты, она мне говорит про субординацию. Но она же не соблюдает субординацию, когда она общается с ведущим, тогда что от меня требовать, собственно говоря, у нас на проекте мамы, с кого мы должны брать пример? Пример со своей мамой. Вот даже сейчас, понимаете, я одно могу сказать, как ко мне, точно так же и я, со мной будут на матах разговаривать, но и я буду точно так же разговаривать. То есть тебя не смущает, что это взрослая женщина, а старшая степень? Если взрослую женщину не смущает, так со мной разговаривать. Валера, куда несет вашу тещу? Лена, Марина Тристановна, у нас осталось пять дней, можно ли мы спокойно в дугрессе? Пожалуйста. Мы через пять дней в дугресс спокойно, а потом хоть десять. Хорошо, хорошо. Хоть на сутки танцуешь с рода вечером. А если серьезно? Нет, я что хочу сказать. Ты уже спокойно, дай смотри, реагируй. Для всех ребят немножко, как так сказать, чтобы никого не задеть, спокойнее что ли реагировать на Марину Тристановну. Потому что, не, ну Марина Тристановна слегка, я тоже эмоциональный человек, бывает что-то ляп, но потом пожалею в своих словах. Марина Тристановна тоже бывает на эмоциях, что-то скажет лишнего. И люди не всегда ее понимают, и, к сожалению, начинаются какие-то конфликты. Но не тебе ли знать о конфликтах с Марией Тристановной? Да, поэтому я призвал бы людей спокойнее к этому относиться. Ну, женщина вот такая вот эмоциональная, как бы немножко, тоже не эмоционирует. Ну, видимо, может, по-другому с ней не получается. Ну, у тебя же не получается не отвечать, ты же тоже с ней ругался очень часто. Просто когда советы раздаешь, Валер, понимаешь? Да, я себя, я же говорю, я... Юлю слушаю тебя, маму, такие прям вообще святые люди. Призываю себя и каждого. Вы, вот, характер очень похож. Да, и я тоже там в этом же списке, в принципе. Как бы, очень такие... Спыльчивые. Спыльчивые люди. Спыльчивые люди, которые, как бы, ну, не умеют... Вообще, надо перед тем, как... Ну, как бы, надо закрывать рот свой иногда нам всем. И, как бы, в этом случае и Валера не может совета давать, и я не могу дать здесь совет, как бы, и Юля, и мама тем более. Ну, никто из нас не может давать на этот счет советы, потому что мы такие. Да, понимаешь, через пять дней действительно вы уходите в декрет. Вот ты не боишься, что вы оставите тут маму одну, она перерывается вообще со всем периметром. Так ей по кайфу. Она кайфует. Абсолютно не кайфует. Нет, ну, может быть, и по кайфу, да, но, с другой стороны, это же плачевно в итоге закончится. Потому что вы вернетесь, и вы же будете отвечать за все то, что натворила Марина Тристановна. А мы переходим к более радостной теме. Сегодня Тата и Валера уходят в декретный отпуск. Радостная не то, чтобы уходить. Временно уходим. Радостная не то, чтобы уходить, а то, что вы уходите по хорошим, радостным причинам. Но оставляют здесь частичку, я бы даже сказала, частицу, себя. Айсберг. Марина Тристановна. Сегодня на ТЭТе, Марина Тристановна, я вам напоминаю, что вы обещали найти общий язык. С кем? С кем? Покажите его. Что я обещала? С коллективом, Марина Тристановна. Но, насколько я знаю, днем даже успели поссориться с Юлей, вашей любимой. Она права. Она говорит ребенку, что она... Ой, Господи, что ж вы себя ребенками-то тут называете? Извините, она и в дочке ходит. Вот это вот, то вы не ребенки. Она ей годится. А так только ж... Она ей годится в дочке. Акститесь, Марина Тристановна. Ну что, оттуда я сейчас сейчас... Мне просто опять наговорила гадости. Я проглотила это все. В каком месте? Марина Тристановна. На кухне сидело много людей. А можно было бы уйдем и потом спросить ее, чтобы... Нет, вот, нет. Я хочу, чтобы вы это все слышали. На сквозь просто. А тата знает. Я сегодня пришла к тате. Я, Марина Тристановна, ни слова не сказала, но пришла к тате и сказала, тата, если впредь твоя мама будет меня как-то цеплять или задевать, то я молчать не буду. Первое, ну, значит, меня не будет... Вот, вот, заявляю, значит, и меня не будет ничего смущать. Если человек бегов не видит, то я не буду видеть. Субординация у меня будет стираться в эти моменты. Сегодня я слова ей не сказала. Сегодня вы сказали, вы стали трогать. Я защищала Вальтера, вы как ген. А от кого защищали? От кого? От кого? Своё мнение говорила. А у меня своё мнение, которое с вашей не совпадает. Говори! Вы что, значит, я не наговорила, что я тебе... Нет, вы мне не стали говорить про мои ноги, которые я там раздвигала и не раздвигала. Тявкают, тявкают, прям вот тявкают. Тявкаете вы, вы разговаривать, видно, не научились, только тявкать. Вот вы... Не гавкайте, Варитя Руслан, не гавкайте. Тата и Валера, подождите, пожалуйста. Тата и Валера, пока ещё вы здесь. Ничего страшного, ничего страшного. Сейчас я промолчу. Да, пожалуйста. Я помню. Но завтра, я сейчас промолчу. Когда Валера... Тата, я из-за уважения к тебе. Я из-за уважения к тебе, Оль. Только из-за уважения к тебе, потому что обещала. Спасибо вам. Но завтра... Но завтра время, Юлина, время настанет. Но завтра я тоже буду, Марина, ваше время не настало. Я из-за тебя наберусь, да? Вот я по лицу Валеры вижу, что ему всё это не нравится. Он хочет скорее просто уже покинуть это лобное место, да, Валера? Можно я к тебе обращусь как к человеку, который нашёл подход к Марине Крестановне? Что делать? Ничего. Попадос. Ты что делать? Не, ну подожди, подожди. Она сейчас... Ты слышишь, что уже она говорит? Я сейчас замолчу. Но! Я понимаю, ну какие могут быть выходы там? Ну, как-то изолировать Марину Крестановну, думать, на данный момент это нереально. Забрать её с собой. У нас однокомнатная квартира маленькая. Мы всё сделали, чтобы её не забрать с собой. Я думаю, Марина Крестановна должна набраться мудрости, остаться здесь и постараться найти общий язык. С Юлей. С Юлей, с коллективом. Но вы меня оставляете сейчас как? Но мы надеемся, что когда мы вернёмся... Чтобы на меня напало... Нет, мы надеемся, что... Поэтому, не давайте им надежды, потому что я себя, я себя в обиду не дам. Я себя в обиду не дам. И вот то, что она сегодня закидывала уточки, как плохо поступало. Марина Крестановна, вас не спросили, на кого у вас обида? Вы сказали, что Тата Валера уходит с проекта. Я сейчас скажу! Тата Валера уходит с проекта на... Нет, говорят про меня. Про меня говорят. Марина, можно, пожалуйста, что когда мы вернёмся, эта часть дома будет стоять на месте? Не будет трещин, осколок. И фундамент не уйдёт в сторону. Я не знаю. После этого заявления, что я себя в обиду не дам, я уже не знаю, что останется от вашего дома. Тат, есть ты, есть Валера, есть ваше весомое слово в коллективе. Вот есть коллектив, в котором вы сейчас можете обратиться. Вот сейчас они все здесь. Да? Вы сейчас уходите временно с проекта. Вы не будете принимать такое активное участие в разборках, в конфликтах. Не сможет прийти Валера и оттащить Марину Трестауну. Или за неё постоять в какой-то конфликт. И вот сейчас есть возможность обратиться. Ладно, к Марине Трестауну бесполезно. Есть возможность к коллективу обратиться. Ну, я вот повторюсь, я уже говорил, не сегодня, а вообще. Старайтесь, пожалуйста, лояльнее относиться к человеку. Во-первых, взрослой. Во-вторых, другой ментальности. Мне тоже было очень тяжело. Я пришёл к тому, что нужно относиться спокойнее, стараться не реагировать резко. Мне стало легче жить. Мне, знаете, какой момент непонятен. Почему мы все должны меняться, держать свои эмоции, глушить все эти конфликты, а Марина Трестауна, она такая, какая она есть. Вот этот момент мне непонятен. Были неоднократные выпады и в мою сторону. Там, заткнись, ещё что-то. Я не реагирую. Меня это не обижает или ещё что-то. Мне это нафиг не нужно. Я всегда, вот ещё раз повторяюсь, думаю в этот момент о Тате Валерии. Думаю, мне вот этот конфликт, он неинтересен. Просто потом я подойду к Тате, к Валерии, это объясню, скажу. Можете там с мамой своей поговорить, чтобы такого в дальнейшем не было. Да, это мне неприятно. Юля сегодня сказала, что ничего криминального в Марине Трестану в сторону она не сказала. На личности она не переходила. И когда вы сказали, что опять насчёт этой всей рогатки и всего остального, для чего вы это делаете? Я ей сказала. Конечно, вы потом мою маму стали трогать правоспитание. Марина Трестануна. Она насчёт тебя приняла это, потому что знает, кто она. А вы кто такая? А вы кто такая? А кто вы? Оль, просто смотри. Нет, Серёж, ты видишь, что происходит? Я понимаю. И меня это тоже злится. Слушай, я сказала, у нас, давайте перейдём к приятной новости. Это вот эта вот приятная новость, тут уже идут взаимные оскорбления. Мама очень рада, значит, что дочка уходит в декретный отпуск. Она даже ради Таты не может помолчать. Ради Таты, о чём вы говорите? Оль, можно вопрос? Смотрите, вот раз Марина Трестануна такая темпераментная женщина и всё остальное, она начнёт цеплять Юлю. Юля в ответ. Будет обоюдный конфликт. А если, не дай бог, Марина Трестануна поднимет руку на Юлю, а Юля ей ответит, Юля будет не права в этот момент? Вот просто мне вот этот момент не ясен. Вот эти вот рукоприкославства, они нафиг не нужны. Эти конфликты беспочные, они тоже не нужны. А если, не дай бог, до этого дойдёт? Вот не дай бог. Я сейчас на лобном здесь заявляю, не дай бог, Юля в мою сторону вообще будет разговаривать. Я на лобном заявляю, не кольцо, Марина Трестановна откроет рот в мою сторону. Здесь я хочу закрыть. Будет ужасный конфликт. Я с ней не делила, делить ничего не собираюсь, потому что мы даже не в одной возрастной категории. И напомню всем, что с вами и с вами общались с первого дня. Вы не стали делать выпады в мою сторону. Но на это у меня пошла реакция. Ты меня в моем области, про мою попу здесь будешь говорить на лобном, а я от тебя не буду трогать. Я сказала, что я защищаю вашу попу. Защищаю вашу попу. Я не нуждаюсь в защите, а тем более в твоей. Если вы у каждого подходите и просите этой защиты, как вы не нуждаетесь? К тебе я не подходила. Я хочу спросить. Очень важный вопрос сейчас озвучил Захарий. О, простите, господи. Сергей. Я все за твои уши переживаю. Надо мне вообще. Очень важный вопрос сейчас озвучил Сережа. И судя по вашему эмоциональному диалогу друг с другом, я думаю, что этот вопрос может коснуться вас. Валера, что нам делать? Если, не дай бог, будет потасовка. А в какой ситуации? Кто начал? Ну какая разница? Вот произошла. Валера, за себя, Юля, не начнет конфликтовать. Я сегодня тоже. Моя интересная, ну я со мной разговариваю, не с вами. Не интересно вас слушать. А я не начинала. Сейчас, знаешь, какой-то разговор, что, например, беспонтовый. Давайте будем иметь совесть. Сегодня сказала, извини меня, изначально начался разговор о хорошем, о том, что мы уходим в декрет и в течение месяца у нас должен родиться ребенок. Ты сидишь, блин, пальцы гнешь и обсуждаешь, блин, Юлю и жопу. Кому это вообще нафиг интересно, мама? И твои драки. Ну реально вот сейчас. Я собираюсь ты с кем, меня не надо трогать. Я сегодня не трогала человека. Олег, не встань, я сейчас с вами разговариваю. Подожди, нет. Сейчас обсуждают меня и Тату, как мы уходим. Обсуждают Юлю. Нет, молчите, подожди, тихо. Можете нормально посидеть, пообщать? Вы что, дикарь или что с вами? Да вы видите свои руки? Сидите спокойно, сидите спокойно, не рыпайтесь. Не рыпайтесь, сказал. Мы позорно уходим сейчас. Молча, вы слушаете, что говорит Тату и я. Ну пошли, все. 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 Надо было нормально на каждой переузе. Да ну. Да успокойся. Если вы такая еб... Как эти еб... Спокойно попросили. Уйди. Не еб... Своим языком. Тупым. Валера, 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 пожалуйста, остановись, Валера. Остановись. Секунду. Никто не расходит. Так, и ты тоже, подожди, успокойтесь. Вы еще не ушли, подождите, успокойтесь. Мариат Рыстанова, вы нам сильно портите жизнь. Да что не спустят? Мариат Рыстановна, вы нам сильно портите жизнь. Тихо. С нахуй, пожалуйста, отсюда еще. Валера, ну не позорься. Тихо. Да уже поздно, уже поздно. Она сидела нам, она сидела нам, портила нервы. А сейчас скажем... Я не буду терпеть, я не буду терпеть, я не буду терпеть. Я хочу помолчить. Вы начините, попросите помолчить. Объясняю, потому что я сижу спокойно, на протяжении 15 минут стараюсь выслушать разговор и перевести разговор, на то, что мы должны спокойно уйти. Она как бы... А, Юля виновата. Ты такая Юля, ты зацепь, что ты это Юля говори, мне срать. Ну все, все, все. Что ты Юля, 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 Юля. В контакте Валера уходит. А вы знаете, Юля, что больная или что, придурочка. Вы реально мишки, вы тупы, вы реально тупа. Сидим спокойно. Я нервы на пределе, я сижу спокойно, хочу уйти. Вы сиди, подливаете мальцев огонь. Вы сейчас все, вы сейчас все втроем все испортили. Все, успокойтесь. Сука. Не, а самое интересное, Оль, виноват я. Говорит, сидишь и смеешься. Марина Трестановна, идите сюда. Марина Трестановна. Валера, хватит оскорблять. Ты же лень завтра будешь. Держите себя в руках, вы чего. Марина Трестановна, идите сюда. Она сейчас родительница. Марина Трестановна, оставьте Валеру, пожалуйста. Бубочка, ну меня... Тихо, все, все. Тихо, тихо, все, все, успокойтесь. Я не хочу так уходить, я тут пойду. Спасибо своей маме, дубой. Ты так себя... Я не могу, я не могу сидеть, слушать. Не зауйся. Марина Трестановна, идите сюда. Ты что творишь? Ты дурак, что ли, Валера? Ты что? Ты что? Приди в себя уже. Ты что творишь? Совсем, что ли, с ума сошел? Тупой. Ты что? Что ты не сомневаешься? Что ты, что ты, веще? Ты тебе не ловишь? Вот дурак. А достаньте от меня. Вот вы зачем сейчас туда пошли, Марина Трестановна? Нет, вот вы зачем сейчас туда пошли? Вы не видите, человек на взводе. Я пришла с вами... Секунду, нет, секунду. Я пытаюсь всех успокоить. Всядьте, пожалуйста. Я пытаюсь всех успокоить. Я иду к Валерии. Я знаю его в таком состоянии уже не первый год. Вы идете к нему, прям лезете на рожон. Зачем? Я хотела его успокоить. Вы что? Господи! Сколько вам лет, Марина Трестановна? Вы специально сейчас его довели. Вы пришли к нему. Я к вам сколько раз сказала? Идите сюда. Идите сюда. Они бы сейчас перебесились. Он бы расптиховался. Это было бы наедине. Они здесь. Если он больной, пускай болеет. Ребята приготовили праздник. Сюрприз для всех. Марина Трестановна, что вы сделали? Я прямо сделала. Вы тему подняла. Тему подняла. Я тему подняла. Вы слышали, что я сказала? У нас радостно. Новость. И с улыбкой. Но остается большое но. Частица. Но большое но. Но Юля, ты попринь, ты тоже, предупреждения уходят. Но теперь держитесь. Ну вот тебе. Это вы начали говорить. Подождите. Раз это случилось, сладко не будет Юли здесь. Проблема Марина Трестановна. Про Юлю вообще ничто не говорил. Вы ночью с вами про нее говорите. Что она хочет обвинить кого угодно. Кого угодно. Почему я должна это терпеть? Я не могу. Все, тишина. Тишина. Потому что, пожалуйста, Юль. Висит Таня, голубая Любочка, продает себя. Вот что еще сказать? Почему я на самом деле? Марина Трестановна, остановитесь. По факту, сука, говорю я. По факту, ваша дочь должна была уйти. Мы должны ее провожать с улыбкой. Что вы устроили здесь? Там-то готовились к празднику все ребята. Сейчас, может быть, на этой ноте попробуем как-то. Сейчас на этой ноте как бы торт на пол не полетел, а графины в сторону друг друга. А может быть, кто-то из вас пойдет и пригласит Тату и Валеру? А ты думаешь, они успокоились там? Может, мы все коллективно собирались. В то-типо беременные. Я предлагаю просто взять все вместе и туда сходить, чтобы они видели, что у нас как бы был праздник приготовлен. Нет, не время выкинуть может, поэтому. Мне кажется, что сейчас, если прийти, то как бы сейчас там такой конфликт. Может, минус 10. Мы можем просто... Под горячую попасть. Ну, просто, знаете, прийти, грубо говоря, люди ругаются в своем доме, и мы тут такие приходим, немножко неправильно. Может быть, их все-таки позвать сюда? Ну, позвать, да. Может, подождем? Давайте, что вас успокоится чуть-чуть. Ну, надо подождать, наверное, да. Пока дитя твоего не ушло, давай вот пока как-нибудь это дело облагородим. Сейчас с ребятами угородят ведущей, чтобы поняли, что они... Все, это уже запущено, это уже ничего. Послушай, сейчас... Облагородит кого? Ну, Юлю буду облагородить. Не лей руку от твоей дочери. Сейчас разговорят. Ну, сейчас как? Все. Все уже. О том, что войдут они сюда попрощаться с нами или нет? Им надо зайти, сказать хотя бы до свидания. Скорее всего. Понимаешь, или как-то вот... Ну, зайдут и прощаются с вами. Ну, с Валерой я не буду прощаться, потому что... Ну, как бы он, кстати, по-дурацки повел. Ну, я его понимаю, но он эмоциональный, да? Я не обижаюсь, но повел себя позорно. На эмоциях это он. Позорно реально. Ну, это он такой человек. Да. Он нам жалеет об этом. Ну, естественно. Он выдохнет, он заводит. Он выдохнет. Пойдемте в женскую поговорим. Пойдемте в женскую. Пойдемте, мы как раз голосы сделаем. Нет, это не пойду. А если я ее... Вы что, сухая движетесь, сейчас я ее буду таскать. Она не так, Юля, у себя, она не будет в женской, вы что? Она пройдет вниз сейчас специально. Она будет на кухне сидеть. Она будет сидеть и ждать. Она сегодня цеплялась специально. Я сейчас немножко время отдам. Сегодня Юлю так не ставлю и сама тоже уйду. Все. Я сегодня Юлю просто уничтожу и сама тоже уйду. Не, не надо. Не реально говорю. Я сама уйду. Все. Марина. Ты чего? Все. Ну, перестань. Хватит. Ну, хватит. Марина, ты чего? Не опускайтесь. Дайте детям у нас. И вернуться. И вернуться. И выиграть квартиру. Хватит. Нормальные люди. Не позорьтесь. Вам какое вообще до нее дело? Мы и так все знают. Вы же знаете, кто это. Это же можно и не говорить. Вам не надо опускаться до этого уровня. Вы что вообще творите-то? Блин, я не знаю кому-то из вас, но реально надо быть поумнее, чтобы... Я говорю и рассказываю ситуацию. Я и так сегодня молчала. Сегодня днем. Но не первый раз ситуация, когда Марина Трестана что-то говорит, а потом говорит, я такого не говорила. То есть она в порыве, когда ее несет, она даже забывает вообще то, что она несла. Я молчать? Я не буду молчать. Не буду. Почему я должна уважать взрослую женщину, которая прежде всего себя не уважает? Ради таты хотя бы. То есть я, чужой человек, я, кстати, и Валерия очень хорошо отношусь, я, чужой человек, должна думать, а собственная мать не должна думать. Ей сколько сегодня раз на лобном сказали и попросили замолчать? Сколько раз? Я-я-я! Ну вот. Не, Кучер правильно сказал, что весь коллектив должен подстраиваться под нее, а она будет так, как она есть? Нет, так не будет. Это неправильно. Так не будет. Тем более, а взрослая женщина. Я просто не прошу ей то, что сегодня произошло. Все. Это не она виновата. То, что сегодня произошло, виновата ты. Я ничего не говорила ей. Да мне не нужно оправданий. Я тебя тысячу раз попросила сказать. Все говорят мнение, и я говорила мнение. Да мне какая разница на мнение. Мы прощались со мной и с Валерой, потому что мы уходим в декрет. Слушайте, давайте оставим это. Здесь Юля. Давайте выдохаем и разделим все. Ну тема лобного была, мы прощаемся с Валерой и с Татой, они уходят в декрет. И ты начинаешь все это время говорить про Юлю. Ты что, не могла нас просто добрым словом проводить, без ереси? Ты с ума сошла или что? Ты без Юли жить не можешь? Она тебе что? Кто она тебе? Мы ее обсуждаем. У тебя проблемы... Ты завтра не могла Юлину проблему обсуждить? Когда сказали, что у нас хорошая новость, мы провожаем Тату и Валеру в декрет. Ты говоришь о другом. Потому что тебе плевать, куда я ухожу. В декрет я ухожу. Просто немножко ситуация была спровоцирована. Да, сложно тоже мало понять. Куда бы я ни уходила, тебе плевать. Ты только была зацеплена на Юлю. Нет, нет, нет. Она же справедливость была. Какой-то счет? Да какая? Причем здесь все было не было. Мы ходим обсуждать. Это права, права, права. Ну вот и всем это подняли не в контексте того, что вы уходите, а того, что Юля еще здесь. Поэтому так и вышел. Ужас. Все. Все. заведен говорят у нее темперамент большие эмоции я вот вам клянусь вот вы видите как это просто если вы допустим на месте юли была бы тата а там была бы совершенно другая женщина это бы уничтожала просто есть такие вопросы были быть а сейчас чего она ждет мы не говорим о юле сказали у нас хорошая но они говорили только и про юлю ты говоришь мама ты подогрела но нету не надо искать виноватых у тебя всегда кто-то виноват помогите мне за немножко подождите у меня двойник вот это вам наши любимые участники спасибо большое спасибо большое спасибо большое да ладно вам спасибо большое спасибо большое спасибо но на празднование не хочет идти марина тристановна чтобы не встречаться с юлией ефременковой я ее просто съем замолчить уходит я не смогу значит все сейчас мы не идем замолчите остыньте все мы тогда не идем сейчас дети уходят вы чего вообще вы что еще ставите мы дети уходят нужно нам что говорили про нее когда у меня был конфликт и она меня била что это не это мне то мне что говорили когда меня она за волосы трепана что юль не твой уровень вот и все но вы что марина тристановна хватит я вас молю я молю на коленях я не зайду где она сейчас я в таком состоянии я точно знаю что я не смогу не ходите правильно не хочу вот не могу и все не надо я и 1 валеру мне вообще нет злости реально я хочу разорвать я понимаю просто она сегодня могла ну ладно вы идите я пойду романка не возвращайтесь марина тристана а вы вот сюда залезете давайте я не хочу да делать что мне еще и через из-за юли через окна буду лазит она у меня будет вообще в туалет залазит там в унитазе сидит сука делать что ли мне нечего я хочу ребятам сказать валер прежде всего тебе марина триста ну прям вот точь-в-точь как моя мама моя мама воевала с гозис вот точно так же ей было все равно до меня до моих проблем то что у меня там я расставалась чуем ей было вот главное доказать что гозис не права она права самое главное как ты их ждешь обратно вот и сейчас я договорю да что валер поэтому думаю о тате лучше марина тристана мы берем на себя она уже успокоилась я вообще вас обожаю валер ты сам это знаешь и тату да ты знаешь я тебя люблю и валера тоже эти вас обнимаю даже даже тут без слов просто можно вы так все знаете спасибо спасибо конкурс разыгрывать квартиры я хочу чтобы ребята действительно валера и тату ее выиграли как-то так спасибо серёга спасибо честно с вами они выполнили самую главную миссию проекта они не только поженились еще будет скоро они перевыполнили поэтому для всех нас наверное вы это те с кого нужно брать пример ну как бы к чему нужно стремиться там получится получится ситуацию мы берем картину в целом вообще вот в целом к чему стремится каждая любящая пара это свадьба и дети я вот проект как бы сейчас говорю вот а это мы все опустим я сегодня сейчас я хочу любить за своих детей чтобы они ушли спокойно и чтобы у них все было хорошо за буду пить завтра давайте да ну да это зря накажешь переборщил вроде как статисток как бы тихо да и тут надо примитивную просто орешечек голове чтоб вот такую беспонтовище дебилизм произнести сейчас прямо когда уже хотя уже все валера у тебя остальные яйца держись все нормально и что вот после всего что я сижу я себе сейчас такой такой затрачу энергию чтобы подавить себе эту агрессию хочу спокойно береги ты от сток арики fashioned who to call over map и requests ее просто это жестко еще за «кащинка» просто это придется сколько нужно думать о себе вот наплевательски относиться к своему потомство там своей дочери дать воде за к ситуациям сколько нужно наплевательски относиться к своей семье и насколько нужно думать о себе привозности себя на фоне своей семьи сотворит к admired вам вы уходите до такой страсть праздничные события произошла бы он намерю грамотный просто все это Я не буду делать так, чтобы был конфликт. Я ради атака помолчу. Пойдем, Татюшка. Пойдемте проводим. Татюшка, пусть у тебя все хорошо будет. Я тебя очень люблю. Все хорошо. Поддержи Юлю. Твое поведение отвратительное. Пусть. Какая поддержка от семьи, такое поведение. А чем должна была быть сейчас поддержка? Как минимум не рад на меня. Но ничего, я на Валеру не жлюсь. Я знаю его темперамент. А вот кто этого добился... Мы тебя тысячу раз попросили. Мы говорили не про Юлю, знаешь? Мы говорили про то, что мы меня провожаем с Валерой. А ты зацикливалась на Юле. Нет, говорили про Юлю. Нет. И про меня оставляем. Тут такую маму. Все. Не будем об этом. Говорили про наши проводы. За твои проводы. За твои проводы я принесла. Чтобы у тебя все было хорошо. Мне очень надо. Спасибо большое. Умоляю! Умоляю! Убил! 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 Бабочка, я не могу, это же трижды, это же шайтан! Убил! 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 Все, прощаемся, нормально! Ребята, до свидания, все! Подойти просто в такую... Чуху! Валерчик, все, пожалуйста, выдохни! Все, все, ее нет сейчас, все, пожалуйста, давайте мы вас проводим хорошо! Чего ругаться, что за повод-то? А что он, сука, ругается? Как дурак! При чем? Ну, переживает. Татья ржать скоро, это же ответственное дело. А он сейчас начинает нервничать, и она начинает нервничать. Это же не полезно для ребенка. Вот так, хотя бы, пусть успокоится. Тата, пусть успокоится. Идет, Сережа, друг, сука! И Юля подруга им, сука! Ну ладно! Вот сейчас я догоню эту Юлю, я ее буду тащить, суку! Да с ними за... Ты мною... Сука, не провожай! Сука, возвращайся! Тише! Сучара, возвращайся! Что, пойдемте в дом? Не трогай моих детей, не уходи с ними! Все, пойдемте в дом! Сука! Провоцируйте их лишний раз! Возвращайся! Все, все! Пожалуйста, Валера! Я тебя умоляю! Уходи! 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 Пожалуйста! Валера, я тебя умоляю! Выйди оттуда и все! Успокойтесь! Успокойтесь! Дурак, блин! Все, успокойтесь! Я тоже ему сказала! Все, очень плохих слов, конечно! Успокойтесь, пожалуйста! Вы знаете, кто такая Юля? Кто она такая? Кто она такая вообще? Вы все верно про нее говорите! Правильно! Тот человек, который не видит этой грани, уже вас на «ты» и всеми матными словами, я вообще в шоке сегодня была на лобном! Как она с вами разговаривает! Да! Все это видят! Новенькие, они просто боятся! Слышишь, что она говорит? Ну просто наглая! Наглая! Беспредельно! И вы еще на нее ведетесь! Ну вы что вообще? Вы как уровень-то? Вещает, сука, семья! Вещает! Она вообще помыла, сука, рот! Рот помыла, когда она говорит, сука! Тихо, тихо! Нет! Нет! Сука, рот помыла, тогда ты... Их не ремена произведут! Ты рот помыла, который... ...помала! Заходи! Заходи! Не произноси! Не произноси! Своим грязным... Что? Юля, правда! Ой! А не буду! Не буду! Она этого ждет, успокоитесь! Не буду! Вот и сегодня боевые женщины продолжили выяснять отношения, не стесняясь выражения. Смеется тот, кто смеется последним. А кто смеется? А кто смеется? А кто смеется? А кто смеется? Я вопрос вам задаю. Вы глухая? Я вам вопрос задаю. Да, подожди. Терпение есть? Кто смеется? Имей терпение. Да не пугайте Не пугайте Пуганная, не такими Конечно, таких, как в ноздри и в рот Во все дыры имеют Конечно, уже пуганная Чем тебе нужно? Тебя, тебя Зачем вы про себя такое говорите? Про тебя говорю, про тебя, Юля Не надо про себя такое, не наговаривайте Не наговаривайте, а вы свечку держали Ну остановитесь А вы свечку держали Про тебя, Юлечка, про тебя все это Будет мне что-то говорить еще Вы действительно ее вчера цепляли сами Даже дочь ваша сказала Что вы отвратительно себя ведете Вы как себя ведете? Вы взрослая женщина Успокойся, Оля, успокойся Своей свадьбой и займись Ужас это ты И твоя поведение, твоя жадность Ужас и твоя жадность Вы в мире, в гармонии Сама с собой никак не находитесь Никогда Сама с собой я прекрасно в гармонии Ну я вижу, как вы находитесь Я тоже вижу, как ты находишься Так я вас не трогала Из-за этого, что я нахуй Пошла Поэтому себя пробовала Из-за этого? А ваш ребенок воспитывается без вас Почему? Ну зачем вы на личность? 25-летний мальчик? Да извини, пожалуйста А так вы его вообще не воспитывали А тебе сколько лет? 25-летняя девушка Что тут делать? Почему твоя мама тебя не воспитывает? А вы что тут делаете? А вы что тут делаете? Конечно, моя мама не такая Боже упаси Поэтому ты б***ь Моя мама Вы что тут б***ь Почему не оскорбляете? Ну зачем? А вы почему такой стали? А вы почему такая хорошая А чужие мамы такие плохие? А вы почему такой стали? Вы взрослая женщина В предклимаксе Климакс у вас Климакс у тебя скоро начнется У меня еще не начнется А ты сидишь здесь У тебя скоро начнется А вам какое дело? У тебя скоро начнется А вы с детьми? А вы с детьми? У меня в своей жизни Знаешь, как прожила? Ярко Не знаю И в 30 лет, сука Я не сидела на проектах А я чё? А я чё? Дала Ты знаешь Извини за гражданин Я работала И мы вся Россия в этом знаете Вся Украина Весь Казахстан Все знают Вот так вот мой фейс И работайте дальше И работаю дальше Вот странный вид, как вы сейчас себя ведете В 30 лет я занималась Знаешь, какими делами? Какими делами? Не то, что ты занимаешься Не такими Чем она занимается? Не понимаешь По факту По факту По факту Она занимается Чего она добилась? По факту В 30 лет Она была замужем Да Это жизнь не получилась Она в отношении Больно тебе, что вы тупые Тебе больно это слышать? Почему вы тупые? В 36-й В 36-й я фабриками Фабрики открыла И заграются Все правильно Мне уже 45 Паприка в шопе на дне Слушай Слушаю Давно слушаю Юль Жалко умного ничего Вот разговариваю со взрослым человеком Может умного чего-то услышу Что? Не слышу Вы что делаете? Вы что делаете? Лиспин с женщином Бой! Бобобой! Бобобой! Вы что делаете? Вы что говорите-то? Бобой! Бобой! Не трогай меня! Не трогай! Трогай этот человек Не уравновешенная женщина! Посмотри что творится У меня все руки Юля Юля Ты представляешь Смотри что она сделала Вот и все Животи Тохло мрай Ой 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 Нет Так уж не пойдет Иди этот самый В комнату Сходи Сережа Ты все равно не успокоишься Смысл Сережа Отведи пожалуйста Теперь что? Хочешь ты и говоришь? Вот за это и получаешь Вот за это и получаешь А вы скажите пожалуйста Почему вот это А потому что Просто я не могу понять Вы ругаетесь Наравных с теми людьми Которым там Да Наравных с теми По другому не получается И еще руками И еще руку руки По другому не получается Хорошо А когда вас будут бить Мне что делать? Вот если кто-нибудь На вас нападет И вам выделит Мне что делать в этой ситуации Вы как развязываете руки Получается всем? Пускай попробуют Можно? Да Кто это? Марина Старова Можно? Да заходите В нашем доме Всем рада Можно я поставить На серьезный разговор? Был серьезный разговор Что, Юль? Что, Марина Тристановна? Как дела ваши? Будем мириться А я не ссорилась с вами? Юль, я знаю, что я очень плохо поступила сегодня Ну, не переходи со мной Я знаю, что я ужасно себя провела Марина Тристановна Ваши лживые высказывания Я отлично знаю о вас Потому что мы в очень многих моментах похожи И то, что вы сейчас пришли Я знаю, почему вы пришли Почему? Ну, девочки мне пришли и все сказали Как вы сидели и спрашивали на качелях Да, я говорю, конечно Вы же, если я перед Юлей извинюсь Вы же меня поддержите Нет, не поддержите Ну, не будете голосовать против меня сегодня Да, да, ну знаешь Вот я не буду сейчас спускаться вниз и говорить Ребята, не голосуйте против меня Ну, естественно, я не права Потому что мне это не надо То есть ты признаешь, что у тебя грязный рот Поганый рот Признаю И ты говоришь, что ты ничего грязного и поганого Мне ничего не говорила Это такая права? В ответ говорила В ответ говорила Я не могу Нет, ты начинала Нет, она не начала Нет, это неправда Ты начинала с попа и продолжала Ладно, я все равно прошу тебя прощения Живи спокойно, как бы не переживай ни за что Такая я никогда не Я переживаю только за здоровье своей мамы За моего мужчину И чтобы у нас все было хорошо А больше я ни за что не переживаю Пошли в руку все